Был детский сад, а стал тоже детский сад. Сейчас в Чебоксарах все больше зданий дошкольных учреждений, которые в 90-е годы были распроданы под офисы, возвращают к их первоначальному предназначению. На одном из таких объектов сегодня побывал председатель Кабинета министров Республики Иван Моторин. Это сейчас здесь грязь, строительный мусор и техника. Однако в недалеком будущем вместо всего этого будут благоустроены площадки, даже бассейн, обещают строители. А городская очередь детских садов продвинется на 220 мест. Здание 80-го года в советское время использовалось также по детский садик, потом было перепрофилировано под спортивную школу, под детский зоопарк даже. В настоящий момент от здания в связи с требованиями к детским садам достаточно жесткими остаются только наружные стены и перекрытия, полностью заменена кровля, будет утепляться фасад, будет штукатуриться и краситься фасад. Полностью заменены все коммуникации, электричество, вода, отопление. Сейчас сделано порядка 35% работ. Завершить реконструкцию планируют уже к лету. Но отставания от графика, хоть и не критические, примерно пару месяцев есть, отметил глава городской администрации Алексей Ладыков. Кстати, работы на этом объекте вообще могли бы подвиснуть на неопределенный срок. Дело в том, что между Министерством образования России и Чувашей возникли некоторые разногласия по поводу списка объектов для финансирования в 2014 году. Те объекты, которые мы начали строить в 2013 году, Министерство образования России не хотело включать. Так как они поняли, они издаточные. А эти объекты переходящие. 9 объектов мы начали строить в прошлом году, в том числе Бульвар Юности, где мы сейчас находимся. И эти объекты Министерство образования посчитало, нужно финансировать из республиканского бюджета. Однако с помощью вице-премьера правительства России Ольги Голодец спор удачно разрешили. Причем в пользу республики. Право на федеральное финансирование получено, а значит сдача в срок этого детского сада, как и других объектов, теперь зависит от действий правительства Чувашии, города и застройщика. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.